Добрый день, уважаемые коллеги, с вами снова аналитик от компании Тикмил и с вами я, Артур Изятуллин. Как обычно, пробежимся сначала по позициям, которые у нас есть. На данный момент у нас есть среднесрочная позиция по австралийскому доллару в канадскому доллару, то есть пара австралийский доллар-канадский доллар. Значит, держим мы среднесрочную позицию по данной паре. Вчера я обосновывал, почему стоит рассмотреть продажи по данной паре. Во-первых, это было связано с тем, что разгорается торговый конфликт между Австралией и Китаем. Значит, Китай распорядился своим компаниям, которые работают в секторе коммунальных услуг, прекратить, приостановить покупки австралийского угля, который используется для отопления. И было это сделано в попытке защитить свое внутреннее производство, внутреннее производство угля. И сейчас, собственно, эскалация этого конфликта может привести к тому, что значительная часть австралийского экспорта в Китай, она пострадает. Пострадает именно экспорт угля, экспорт железной руды. Я напомню, что в Китае Австралия поставляет экспорт, доля экспорта в Китай составляет 23% от общей доли экспорта по всем торговым партнерам. Это значительная доля, значительный объем товара уходит именно в Китай. И, собственно, если это будет продолжаться, то конфликт может задеться очень чувствительной для австралийской экономики, чувствительной статьей экспорта, именно экспорта железной руды в Китай. И, собственно, рассматривая динамику двух товарных валют, австралийского доллара и канадского доллара, мы имеем такой негативный риск для австралийского доллара в плане этой торговой войны, в плане того, что ожидания по этой торговой войне могут быть еще не полностью заложены. Собственно, среднесрочная сделка базируется как раз-таки вот на таком фундаментальном анализе, на таких ожиданиях. Также я бы хотел провести техническую сторону данного вопроса по данной паре. Как мы видим, это у нас пара австралийский доллар и канадский доллар. Мы рассматриваем дневной таймфрейм и видим, что происходил у нас отбой от уровня в этих точках, уровень 0.91500. Закрепил он себя как важный уровень, утвердился за счет того, что несколько раз отскакивала от данного уровня цена. Но затем, получается, ближе к сентябрю 2019 года произошел пробой, прорыв этого уровня. Удавшийся пробой, нужно сказать, видно это из того, что немного возражения было со стороны покупателя по поводу того, что данный уровень должен быть пробит. Собственно, дальше мы видим уход здесь ниже, пробой ниже. Здесь коррекция как раз-таки на восстановление, общего восстановления товарного рынка вместе с фондом, где главным бенефициаром был именно и австралийский доллар. Одним из главных бенефициаров был австралийский доллар. Сейчас произошел возврат этому уровню, возврат даже можно говорить к трендовой линии, трендовой линии на недельном таймфрейме. Собственно, с учетом фундаментальных ожиданий по австралийскому доллару, который я вам сейчас привел, была сделана открыта сделка на продажу данной пары, именно отбой от этого уровня. Обращайтесь на то, что уровень поддержки, который здесь был после пробоя, перешел у нас в сопротивление. Собственно, сделка заключается, подкрепляется такой вот технической картиной. Собственно, что мы сейчас имеем, что касается торговли. Теперь перейдем к обзору рынков. Бурный рост фондовых индексов у нас вчера прервала коррекция на фондовом рынке США. Вот незначительная коррекция, как мы можем видеть. Сегодня фьючерсы торгуются у нас в небольшом минусе фьючерсы на S&P 500. Азия и Европа у нас также, можно видеть, не остались в стороне. Основные индексы растеряли от 0,1 до полутора, даже более полутора процентов для австралийского индекса. Поводом для коррекции стало заявление Трампа вчера, что вот он сегодня выложит, будем так говорить, план обострения отношений с Китаем. Ранее Майк Помпео заявил, что администрация не считает более Гонконг автономным регионом, автономным от Китая, что стало такой первой существенной реакцией правительства США на решение Китая аннулировать превосходство местного закона, то есть гонконгского закона, который касается безопасности, аннулировать превосходство над общенациональным, над тем, который действует на материкон Китая. Собственно, комментарии Майка Помпео выглядят как такая стандартная реакция американского политика квалифицировать неугодный шаг страны-конкурента, да. Однако, если мы вспомним, или это будет, скажем, новая информация для вас, да, то что есть такой закон в отношении Гонконга 1992 года, в основе которого лежит автономия Гонконга от Китая, для США это особый административный регион Китая, который пользуется преференциями. И, собственно, заявление Помпео о том, что этот регион Булли не считается автономным, ставит, собственно, под сомнение действия этого закона, а это, соответственно, уже далеко идущие как и политические, так и экономические последствия, поэтому ждем, что скажет Трамп сегодня. Будем называть это такой масштабный, такой значительный шаг, значительный шаг в плане эскалации конфликта между Китаем и США, если мы не берем вот именно торговую. Аналитик банка JP Morgan, известный гуру Марк Каланович, который в начале марта рекомендовал инвесторам выкупать коррекцию в акциях, в S&P 500, вот эту коррекцию, и затем последовательно выдерживал бычью позицию почти два месяца, призывал покупать, вставать в лонг по S&P 500. На этой неделе вдруг сменил риторику, сменил свою позицию, заявил, что возросшие политические риски, они оправдывают сокращение в портфелях американских акций. Вот такой вот неожиданный поворот он сделал. Другими словами аналитик банка считает, что он сомневается в дальнейшем росте акций и затрений между Китаем и США. Еще месяц назад, нужно вот подчеркнуть, еще месяц назад этот аналитик считал, что в первом квартале 2021 года S&P 500 сможет обновить исторические максимумы. Что касается фундаментальных, последних фундаментальных данных по американской экономике, и больше всего, естественно, меня и всех остальных инвесторов, наверное, должно интересовать, что у нас, как и у нас ситуация с занятостью в США. И очень важным отчетом в этом плане являются заявки на пособие по безработице. В четверг вчера данные показали, что выросли они на чуть больше 2,1 миллиона. Это чуть выше прогноза 2,1 миллиона. С начала действия санитарных ограничений число заявок у нас достигло 41 миллиона. При этом продолжающиеся заявки, да, это те заявки, собственно, которые безработные у нас продолжают подавать, чтобы получать пособие по безработице. Они показали больше, чем предполагалось вот здесь снижение с 24,9 миллиона до 21,05 миллиона, при прогнозе в 25,7 миллиона. Несомненно, можно сделать такое предположение, что часть работников, собственно, возвращается на работу, возвращается на свои рабочие места, поэтому мы с вами видим сокращение, собственно, в этом показательстве. Это может быть благоприятный, с одной стороны, сигнал. Но стоит помнить также, что часть безработных, она еще получает пособие по особой пандемической программе. А программе и число по этой программе, если мы берем безработных, которые получают, собственно, пособие по безработице, именно эти пособия составляют более 30 миллионов человек. В анализе всех этих цифр по занятости, по пособиям безработицы, важно держать в голове один очень любопытный момент. В США действует федеральная программа надбавок к пособиям в размере 600 долларов в неделю, действует до конца июля. И это значит, что часть безработных, часть безработных американцев сейчас получает еженедельно почти 1000 долларов. Для некоторых отраслей это, по сути, создает такую абсурдную ситуацию, где бездельничать оказывается выгоднее, чем работать. Если мы посмотрим исследования нашего Чикагского университета, они тут посчитали, что 68% безработных, которые имеют страховку, получают пособие по безработице, они могут получать эти пособия, которые будут превышать потерянный заработок, потерянный доход, ну то есть доход от оплачиваемого труда, за свой оплачиваемый труд. И каждый пятый, вот здесь написано, каждый пятый всех безработных, которые получают, собственно, это пособие, получает, по сути, имеет доход, который в два раза превышает, превышает его вот заработок, да, который у него был. Другими словами, вот сейчас у работников в США нет стимула, или очень мало стимула, чтобы искать работу, и так может продолжаться до конца июля, пока, собственно, государство готово тянуть эту лямку. Самое интересное развернется тогда, когда, собственно, программа это закончится, действие этой программы пойдет к концу, как я уже сказал, это произойдет у нас в конце июля, доход, естественно, резко упадет, будет наплыв на рынок труда, предложение труда, естественно, увеличится. Фирмы, которые сейчас не могут конкурировать с правительством, которые платят за отдых больше, чем они могут предложить за, собственно, за труд, да, они не смогут открыться, и, собственно, вот из-за этого может появиться такой перекос на рынке труда в пользу предложения, да, и это вот может все привести к тому, что случится такой шок потребления, но это произойдет чуть позже. Собственно, вот за этим нужно следить, что касается по рынку труда в США. На сегодняшний день все, спасибо за ваше внимание, увидимся в понедельник. Субтитры сделал DimaTorzok